всем привет сегодня я буду рассказывать о том что купила совершенно ничего не смогу сказать про те продукты которые купил на просто покажу что их и достаточно много это все новинки что-то зимнее что-то осеннее даже еще и весну купила в общем вот такие сегодня у меня покупки начну по порядку наверное с того как покупала так и расскажу итак первое первая покупка была в гирлян это конечно же ну конечно метеориты небольшая я их поклонница но сразу скажу что я небольшая поклонница метеоритов и они у меня были когда-то очень очень давно и потом я их кому-то отдала выбирала оттуда шарики пыталась трясти с тех пор много воды утекло и у меня появились новогодние метеориты новогодние метеориты покажу кто может быть забыл какие они были они были вот такими и и теперь у меня есть вот такие посмотрите насколько большая разница в коробках это рождественские метеориты они прекрасно они очень подходят под мой свитер да буду с ними ходи все время очень долго думала как же ее открыть и и так пыталась и так оказывается все очень просто открывается на сверху баночка похоже на монтасе единственное что мне здесь не понравилось вот эта губка мне кажется она могла бы быть какой-то другой но сразу видно что метеориты не такие как были раньше раньше они были более плотные покажу для сравнения вот какие они были хотя эти тоже достаточно неплохие эти наверное все таки еще лучше они больше отдают цвет это видно потому что коробочка вся внутри запачкана этим блеском и сами метеориты видно что они находятся как будто в скорлупе какой-то и вот у нас когда отойдет там видите перламутр внутри и вот этот перламутр он выйдет на поверхность вот эти шарики цвета тиф они просто вообще невероятные такие красивые и эти желтенькие маленькие мне очень понравилось еще распределение по диаметру что здесь вот эти розовые и вот это незначительное количество бирюзовых шариков размер их одинаков а вот эти желтенькие золотые их совсем мало абсолютно рождественские метеориты и я хочу сказать если вы не были до сих пор поклонницы метеоритов обязательно их купить и потому что это роскошь что-то роскошное очень красивое очень девичье все так надо не считали тут много-много подарочков даже не знаю вдоль я не рассказать просто покажу что это крем от елены рубинштейн еще здесь много вот этих кремиков вот такие кремики от клиник что-то даже не знаю это матирующий увлажняющий крем вот такой интересный у него дизайн клиник рекомендую для молодой кожи не именно этот имею ввиду вообще когда спрашивать чего начинать и нарциссы родригес это мужская туалетная вода но я попробую на себе кстати неплохо пахнет знаете чем уходом DSD делюкс да потом остается какая-то другая душка сладкая очень приятно так с этим следующий пакетик это была помада которую я давно хотела это если я не ошибаюсь это весенняя коллекция от шанель но мне она показалась осенней сейчас она будет самый раз красивая помада вот такая дизайн хороший посмотрите какой форме некрасиво лаконично но как всегда в стиле шанель сделано во франции кстати написано открывается и вот этот цвет цвет мне очень понравился очень красивый более подробно я расскажу потом когда буду снимать видео и буду рассказывать какой этот продукт пока просто покажу и скажу что это оттенок 216 литра эта помада делает губы сочными яркими увлажненными гладкими очень красивая помада чем-то похожи на японские помады и покажу еще подарки просто в общем какие были у меня есть такая косметичка цвет такая красивая от марки шсейда здесь вместо замочка вот такой клубочек плетеный клубочек открывается открывается внутри тоже розовый как будто ротик и внутри у меня вот такие продукты это крем крем от шсейда конечно же новый какой-то крем здесь написано new это вероятно новинка концентрат восстанавливающий энергию кожи и очень красивая красная помада смотрите какой красивый цвет насыщенный прям кровавый красный такой вторая группа красиво красного цвета я люблю красные помады посмотрим тем более японский я очень довольна и косметичка сама очень-очень приятная на ощупь она такая нежная гладкая и то что она такая полу зимняя полу весенние осенние мне кажется она такая на все времена года какие-то ромашки здесь ромашки в то же время напоминают снежинки в общем абсолютно попадание во все времена на самом деле следующая моя папка была в марке живанши и когда уже стояла на кассе девочка мне сказала что есть в живанши такие красивые тени я пошла и смотреть я их видела в интернете видела на картинках видео у кого-то в инстаграме смотрела и думала тени как тени ничего интересного просто какие-то звездочки но когда я их увидела потрогала это консультанты показала сказала посмотрите какие то я конечно же сразу влюбилась и осталась очень довольна хочу сказать что вот молодцы девочки была визажа у нас что они иногда показывают мне тут чего я вообще никогда на что я никогда не обратила бы внимание и вот это был сейчас такой продукт вообще всегда говорю что если я ухожу без покупок значит плохие консультанты буду потому что настолько меня легко уговорить купить что-то были в последнее время какие-то моменты когда была я плохая просто не хотелось вот сейчас снова волна покупок в общем вот такой красивый дизайн это зимняя коллекция она подходит и для зимы и для осени этот блеск конечно всегда во всех коллекциях бывает он зимой очень понравилось оформление расположение вот этих кисточек как они лежат теме и никогда не пользуюсь но просто открывать и радоваться дизайну не это всегда доставляет удовольствие часто я сталкиваюсь с тем что кто-то пишет да какая разница дизайн мне главное продукт вот мне нет я абсолютно перфекционист в этом плане и мне нужно чтобы было хорошо все даже если это какой-то лаконичный недорогой дизайн он тоже может быть красивым согласитесь я люблю что все было красиво здесь же ванши в этом плане да это как знаете человек главное чтобы человек был хороший пусть он будет какой-то неопрятный или там не ухоженный не пусть он будет красивым опрятным хоже на как говорил антон павлович чехов я думаю все знают этот статус и так тени красивые просто слов нет особенно для блондинок ну хотя нет и для брюнеток тоже есть одна картинка если найду ее вставлю видео там японская девушка какая-то марка японская и он на ней как раз тени желтый я всегда искала подобные тени что-то такое с цветом именно у меня были тени сейчас они есть от lancome liberta они были похожими тоже там желтый хороший цвет но немножко был грязноватый а здесь чистый цвет еще он дает этот цвет это вообще просто потрясающе эти красивые звезды это звездный продукт верные да абсолютно во всех смыслах в прямом переносном и как открывается вот эта золотая штучка которая при нажатии открывает кейс очень мне нравится одно удовольствие пользоваться такими тенями вот этот второй оттенок он такой богатый с переливами можно сказать даже из-за него то из этих двух первых я и купила эту палетку оранжевый теплый мягкий очень оранжевый мне тоже понравился в общем палетка вся очень красивая носибельные ненавижу это слово но носибельные не носибельные следующие и вот еще какие-то подарочки это клиник мгновенная свежесть и глубокое увлажнение то есть меня же крема не надо покупать мне все есть еще или на рубинштейн где на рубинштейн самые богатые на подарки самые щедрые от estelauder новая тональная основа дает сияние которое но по-моему не маскирует особо люблю я этот аромат от dior обычно такие пробники когда мне дают я люблю ими душится на ночь нанесу и ложусь спать так чуть-чуть слегка что просто какая-то такая душка где-то веяло духами мне очень приятно тогда спать так с этим тоже разобрались это был 3 3 пакет и последний пакет я начала с первой самой наверное ожидаемой коллекции это было герлены метеориты все и ждали и 4 пакет эту коллекцию тоже все ждали я конечно же не исключение это коллекция от estelauder в коллаборации с викторией бекхэм ее коллекция в общем я купила хайлайтер очень он мне понравился очень мне понравился тем что он очень яркий я провела пальцем прям яркий такой красивый вообще вся коллекция должна сказать очень удачная я это слышала теперь я убедилась в этом сама действительно это не какая-то реклама это на самом деле очень грамотно продумано продумано все до мелочей как принципе сама виктория хотя я скажу что никогда она мне не нравилось ну кроме ее стиля в одежде если даже просто говорить о том что вы купить я думаю что хотя бы вот эти тенюшечки небольшие нужно купить чтобы они просто были у вас коллекции потому что дизайн роскошный вот напротив тому ford конечно которые на мой взгляд оплашал с дизайном какой-то он дохленький здесь все такое красивое добротная тяжелая упаковка и вверх вот этот красивый какой-то я не знаю что это пластик то ли резины не знаю в общем все очень красиво этот футляр мне кажется его надо много-много фотографировать потому что он действительно роскошный открывается здесь тоже все все красиво очень и внутри вот это все прям настолько идеально вот это действительно идеальный дизайн это люкс это это роскошь со вкусом стильно дорого причем не кричаще дорого а просто смотришь и понимаешь это что-то действительно какая-то качественная дорогая вещь очень красивое переплетение это как будто тонкие ниточки или тонкая кинете скорее всего марлевые но очень красиво похоже на нити органзы и цвет и очень легко набирается в общем хайлайтер мне прям вообще влюблена просто это моя любовь с первого взгляда не знаю пока как будут носиться но дизайн и цвет потрясающий мне понравилось также и вот эта упаковка вот вы говорите вот выбрасывать упаковку я не знаю как можно пойти выбросить упаковку такую что у меня не поднимается рука здесь тоже все очень красиво коробочка черная матовая с золотой отделкой также я купила я вообще не видел эту вещь я хотела еще показать вам как это все оформлено как туда положили вот мы положили туда внутрь золотую бумагу на золотой бумаге лежат эти продукты и пакет весь золотой с золотыми лентами чем красиво и я купила жидкие тени для век у меня в оттенке 0 2 и 2 оттенка один серый другой белый черный и белый тоже очень красивый дизайн с одной стороны гладкий с другой рифленый сейчас открою покажу вот если бы еще вот эта штучка была черная но наверное чтобы было лучше видно это уже не до к чему придраться и эти тени они как будто слезные тени невероятной красоты они стойкие очень и очень ярко блестят их можно использовать как базу их можно использовать просто отдельно как тени мне очень понравилось вообще к новому году к холоду к зиме я всегда люблю все блестяще мне очень это нравится еще конечно же у меня осталось и желание купить тени эти однушки тени золотого цвета не самые популярные очень красивый оттенок я намазала на руку прибежала домой потому что хотела сравнить со всеми тенями которые у меня есть они я думала они похожи на то что у меня есть бобби браун или на том форт но нет они не похожи они более вот том форт и бобби браун немного затираются говорят что их нужно наносить особенной кистью да эти тоже немножко затираются но на пальцы все равно посмотрите вот для сравнения сделала это бобби браун виктория бэкхэм ста лаудер и color pop вот все таки в серединке и ста лаудер они самые красивые посмотрите они совершенно не прибиты они ярко красиво смотрятся еще я видела одну фотографию девушка и на ней эти тени настолько мне прям запало в душу что я не но я не смогу их не купить они у меня конечно же обязательно будут наверное завтра побегу просто слишком уж много сегодня радости побегу завтра и еще подарок вот такая косметичка светикая красивая что сегодня все розовые розовые косметички это косметичка пистелла утре конечно же и здесь много-много всего лосьон для тела тоже как это приятно лосьоны для тела я очень люблю всякие штучки для тела так это это лосьон для снятия макияжа как я понимаю если я ошибусь и не ругайте меня сильном зубы какая прелесть посмотрите и цвет такой красивый я так искала хотела очень такую я хотела легкий брелок для ключей я хотела но это как-то полагаю на сумочку куда-то нужно вешать а может быть я сюда зацеплю ключики у меня будет такая такой брелок порадовал больше всех прямо такой милый посмотрите на него очень красиво так еще у меня есть очень хорошая вещь кстати теста лаудер вообще очень неплохой уход у марки должна вам сказать и кто-то мне в комментариях написал однажды что это такая марка у которой получилось все и абсолютно согласна у них все очень хорошее очень качественно я даже не могу сейчас помнить ни один продукт который привод из рук вон плохо таких точно нет в общем ночная масочка это для глаз масочка или крем крем еще что-то я думаю это все это очень хорошая вещь когда-то я помню прям очень гонялась за всеми вот этими штучками все-таки как дефицит усиливает желание купить сейчас когда это все свободной продажи немножко так думаешь надо не надо а тогда я очень хотела и заказывала в москву куда-то все так это начинает по моему сыворотка если я не ошибаюсь почти полный размер еще начинаю ночной крем это я так полагаю посмотрите это огромный крем потрясающий визаж хол спасибо большое непривычно мне как-то называйтесь за школу никак не перестроить потому что для меня он всегда был визаж потом стал визаж холм помада еще и такая еще и с цветом таким красивым розовый красивый оттенок посмотрите я очень люблю помаду это ста лаудер мы и пахнет и хорошо пахнет вишневым компотом или киселем еще и тушит и ста лаудер уже вот как же как же радостно это что-то написали агитация купить тональный крем вот и не очень люблю тональный крем кстати ста лаудер у меня же есть кстати вот этот я его сюда запакую так еще какая-то книжечка это с описанием того что мне здесь положили внутри тоже розовая очень красивая косметичка все на этом все всем пока желаю вам приятных покупок обязательно купите что-нибудь купите себе метеорит и купите себе что-нибудь от бэкхэм потому что на это же круто что у вас что-то есть всем пока хотела было уже попрощаться но забыла совсем сказать что мне еще очень понравилось в коллекции герлен мне понравился конечно спрей вот этот спревизатором который распыляет блеск раньше был какой-то просто по-моему желтая сейчас там еще много-много всяких оттенков очень красивые но я его не купила просто потому что я знаю что я попользуюсь им однажды так как я уже забыла когда я последний раз куда-то выходила выход в свет то у меня в принципе не нужно работе как-то не вау сидеть и блестеть вот если кто-то выходит взять на себе купите такой он еще и с ароматом очень красивый красивый блеск еще мне очень очень понравилась подводкой она я ее намазала нечаянно че кстати я делала себе стрелочку подводила себе стрелочку и нечаянно попала на ресницы и когда посмотрела так думаю ой так красиво и пошла на накрасила и все теперь они у меня блестят попробую снять вам поближе и теперь я думаю у меня есть от мак почти такая же только немножко более жидкая а это плотная очень красивый плотный если вы искали подводку красивую плотную золотую то она в герлин сейчас появилась еще в стеллаудер мне очень понравилась об этом эта палетка теней очень нам не понравилось на цвета у меня все есть я посчитала ненужным мне тратить столько денег на эту палетку если бы было первые два оттенка вот этот невероятной красоты голубой цвет и рядом был по моему золотой да вот эти два оттенка голубой и золотой причем сочетание какое-то невероятно красивое вроде бы голубой золото холод и тепло но они невероятно сочетаются очень красиво если было бы их два всего лишь я бы обязательно купила но так я подумала голубой оттенок на холодное время года тоже не очень хочу но может быть я и куплю не знаю нет скорее всего нет но если вы думаете купить что вам то купите они набираются красивыми показалось тени по качеству просто и отличные ну теперь все точно все всем пока пока мне не нужны нежные поцелуи не подходи плачь детка я не ревную слезы твои для меня лучшая награда плачь детка плачь от любви большего не надо мне ничего не нужно только плачь слезами напиши мелодию дождя своей любви мне ничего не нужно только жди я тебя спасу не дам тебе опять с ума сойти